Субъекты малого и среднего предпринимательства Субъекты малого и среднего предпринимательства Социальными предприятиями Минэкономразвития ЛНР Ведется работа по созданию комиссии По вопросам признания субъекта МСП Социальным предприятием Работа комиссии будет направлена на признание Субъекта малого и среднего предпринимательства Социальным предприятием В зависимости от выбранной категории Субъекту МСП необходимо будет подать заявление С приложением всех предусмотренных документов Нормативные правовые документы Касающиеся работы комиссии порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальными предприятиями проходят стадию согласования. На статус социального предприятия и государственную поддержку могут рассчитывать компании малого и среднего бизнеса, которые соответствуют определенным критериям. Критерий номер один. Субъект МСП обеспечивает занятость граждан, отнесенных к категории социально уязвимы. К этой группе относятся предприятия, которые обеспечивают занятость определенных категорий граждан – инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, беженцев, малоимущих граждан или других категорий при условии, что их доля составляет не менее 50% от общего числа работников, а расходы на оплату труда – не менее 25% на оплату труда всех работников. Критерий номер два. Субъект МСП обеспечивает реализацию товаров, работ, услуг, произведенных гражданами, отнесенных к категориям социально увыязвимых. Ко второй группе относятся предприятия МСП, которые реализуют товары, работы или услуги, произведенными гражданами, перечисленными ранее. Доля доходов от указанной деятельности должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов, и 50% всей полученной чистой прибыли должно пойти на осуществление такой деятельности в текущем году. Критерий номер три. Субъект МСП осуществляет деятельность по производству товаров, работ, услуг для граждан, отнесенных к категории социально увыязвимых. Третья группа – это организации, ИИП, производители товаров, работ и услуг, предназначенных для граждан, указанных выше. Цель такого производства – компенсация ограничений жизнедеятельности по направлениям, оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-трудовых и иных услуг. Доля расходов от этих видов деятельности по итогам предыдущего года должна составлять не менее 50% в общей объеме доходов, и 50% всей полученной чистой прибыли должно пойти на осуществление такой деятельности в текущем году. Критерий номер четыре. Субъект МСП осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества. Четвертая группа – это организации ИИП, которые ведут деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества. Это оказание педагогическо-социальных услуг, организация отдыха и оздоровления детей, сфера дошкольного образования, обучение работников и добровольцев в социально-ориентированных НКО, культурно-просветительская и иная деятельность. Доля доходов от указанной деятельности по итогам предыдущего года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов и 50% всей полученной чистой прибыли должно пойти на осуществление такой деятельности в текущем году. Субъекты малого и среднего предпринимательства, признанные социальным предприятием, получат возможность воспользоваться мерами государственной поддержки. Финансовой, в том числе и в виде предоставления субсидий, выделения грантов, которые предоставляют на запуск предприятия. Имущественной, в том числе путем предоставления в аренду государственного муниципального имущества на льготных условиях. Использование инфраструктуры поддержки социальных предприятий, информационной, консультативной, методической и другими мерами поддержки.